Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня на канале Леса Тогород мы будем делать мамалыгу, варить. Вы давно просили сделать мамалыгу, хотя у нас на канале год назад уже есть рецепт мамалыги. И тогда было проще, у нас была другая плита, я в своем любимом казанчике делала мамалыгу. Но сейчас у нас сенсорная плита, и мы сделаем смертельный аттракцион, попробуем приготовить мамалыгу в кастрюле на сенсорной плите. Но для начала, чтобы мамалыгу уже кушать с пылу, с жару, нам нужно приготовить, с чем мы ее будем кушать, так как мамалыга это второй хлеб, и хлеб нужно кушать с чем-то, с рыбой, с мясом, с брензой, с чесночком, с чесночным соусом. Так что давайте приступим. Ну а перед тем, как начать готовить мамалыгу, я приготовлю до мамалыги рыбку. Я взяла салаку, ее почистила, посолила, поперчила, добавила столовую ложку соевого соуса, замариновала, и сейчас приготовим точно по такому рецепту, как мы делали с вами хек в томате. Ссылочку мы оставим под видео. Рыбка у нас уже тушится, мы возьмем полкилограмма свиных ребрышек, измельчим, примерно вот так, и обжарим на сковороде. На сковороду я налила немножко масла, можно смальца добавить и обжарить. Пока ребрышки будут обжариваться, мы почистим и нарежем две луковицы. Добавляем свои любимые специи, солим по вкусу и переворачиваем на другую сторону. Примерно вот так. Теперь обжарим с обратной стороны и добавим нарезанный полукольцами лук. Добавляем лук, перемешиваем, накрываем крышкой и можем приниматься в заготовку мамалыги. Сейчас закончим и тебя тоже покормим. Выспался и теперь жрать охота, да? Как он настроился? На мамалыгу? Наверное. Да, мамалыгу, сейчас дадим. Ну, скажи, мяу. Кость. Так как мы купили на базаре одну литровую баночку кукурузной муки, уже прожаренной, желательную прожаривать, я налила 2 литра воды. И продавец сказала, что свою муку она делает в соотношении 1 к 2. Ну, вот мы так и сделаем, потому что мука тоже бывает разная и крупа. Пока закипает вода на мамалыгу, мы сделаем чесночный соус. Для этого измельчим чеснок и немножко вот в ступку добавим соли. И истолчем, можно просто через чеснокодавилку, вот так соли немножко, чтобы он не рассыл. И вот так вот измельчим. К измельченному чесночку мы нальем немножко растительного масла, настоящего. Водичка закипела. Я к 2 литрам воды добавлю пол столовой ложки соли. Теперь вот я взяла так, чтобы тонкой струечкой муку сыпать. Насыпаю и постоянно, непрерывно мешаю специальной скалкой, которая еще досталась мне от моей мамы. Она тоже делала мамалыгу. Вот так насыпаем, непрерывно помешивая. Ага, как мука пахнет. А мука прожаренная, настоящая, просеянная уже, да. Добавили огонь, потому что она уже начинает сильно булькать, чтобы она не обожгла нам руки. И продолжаем интенсивно вымешивать, хоть это не очень получается на такой плитке и в кастрюле, но мы постараемся. В казаночке лучше, да. Смертельный аттракцион, да. Вот видите, как эта кастрюлька хорошо отстает от стенок с таким покрытием. Даже еще лучше, чем, ну вот, Иван Афанасьевич держит, а я мешаю. Видите, как она отстает. Вот покрытие. Ну, это надо минут 15 вот так, чтобы мешать постоянно. Мы будем чередоваться, то я, то Ваня. И будем варить нашу общую мамалыгу. Четыре руки. Ну, все, вроде бы вымешали, вымешали как смогли. Теперь подготовим какую-то досочку, потому что ее нужно высыпать на досочку. Еще прикроем крышкой, пусть она побулькает немножко. Вот. Разровняем вот эту поверхность, чтобы она хорошо легла на досочку нашу. И будем кушать мамалыгу. Все, мы выключили мамалыгу. А тем временем, пока она немножко отдохнет, мы взяли вот настоящий овечьей болгарской брынзы, где мы раздобыли у нас на базаре. И натрем на терочке, тоже к мамалышке. Вот так немножко мы ее потрусим. И попробуем вывалить этот ракцион. Смертельный. Вот она. И подгорела снизу чуть-чуть, как положено. Ну да. Ты смотри, в такой кастрюле получается не обязательно казанок. Это чудо. Вы просили, я думаю, ну как же я в кастрюле и на сенсорной плите сделаю мамалыгу. Ну вот, можно, если постараться. Все, давай, Ваня, нитку. Там она... Осталась мужская работа. Нарезать мамалыгу. Вот, нитка. Ее надо взять любую нитку. И вот такое раз. И нарезать на квадратики. Раз. 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 И так до конца. Уже можно и с другой стороны. Ну мы столько не сидим. Ну нарежем. А мамалыга такая вкусная на следующий день. Поджаренная на сливочном масле. Так. Вот. Кусочек. А к мамалыге у нас вот бренза. А вот в другую сторону. В детстве мы на большие квадратики нарезали. Ну. Это смотря сколько народу. Может каждому по кусочку. Может слегка много народу. К мамалыге бренза. Вот такой чесночный соус. Называют в Молдавии муждей. Салака жареная у нас с овощами. Ребрышки свиные. Чуть-чуть я их немножко пережарила. Ну и конечно же мамалыга без вина не бывает. У нас вино молодое этого года. Сейчас будем первый раз его. Хороший. Первый раз будем его пробовать. Будем пробовать. Пробуем мамалыгу. Бесподобно. Чесночок, брензочка. Мамалыгу вилкой раньше не ели. Брали руками. И тарелочки не было каждому. Макали сначала в соус. Затем в брынзу. Закусывали рыбкой. Ну раскритиковала. Буду я руками. Вот так. Вот. Раз. Из брынзы. И вот так. Вкуснятина, да? Спасибо братьям Молдаванам. За такое вкусное блюдо. Хотя. Это блюдо скорее бессарабское. Я с детства как в Болгарии милая ел. Так что. Это рыбка у нас, да? Угу. Ну и рыбку можешь вилочкой. Рыбку ты. Рыбу. Птицу и девизу. Рыбу мы делали точно так, как хек мы делали. Салаку вот такую. Ну все. Так я еще все не перепробовал. Так Мамалыгу нужно кушать пока горячий. Я тоже хочу горячий. Ну выключаем. До свидания, друзья. Спасибо, друзья. Здоровья вам. Всего хорошего. До новых луныщих встреч. Пока. Ну вот Михаил Викторович почти заканчивает огород. Попробую его пригласить на Мамалыгу. Хотя он всегда отказывается. Причина отказывается от того, что он не пьет. А в остальном не считает нужным всех за стол. Ну попробуем сейчас. Мишка, пошли Мамалыгу покушать. Или ты закончишь и придаешь покушать? Ну это не отражается на платье, не переживай. Так что мы тебя ждем. Давай. Лет Мишка орет у нас огород, пашет. И на первый раз наконец-то согласился за стол присесть. Но на Мамалыгу, которая будет на видео, Мишка, сам Грифник. Мамалыгу, да, я думаю. Так что вот, пожалуйста, прошу. Это я тебя Мамалыгой соблазнил. Ну, честно, я люблю. Ну, приятного аппетита. Спасибо.